Еще раз добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Совершенствование всех методов лечебного воздействия на опухоль в молочной железе в настоящее время привело к значительному увеличению продолжительности жизни больных рака молочной железы. И тем более актуальным становится сохранение качества жизни этих пациентов на достойном уровне после проведенного противоопухолевого лечения. И мы это можем достичь за счет снижения токсичности этого противоопухолевого лечения. И одним из важных токсических эффектов является кардиальная токсичность. Факторы, которые влияют на развитие повреждений сердца. Это факторы, которые связаны с самой пациенткой. Это возраст моложе 15 и старше 65 лет, сахарный диабет, очень большой вес, артериальная гипертензия, которая требует медикаментозной коррекции, а артальный стеноз или фракция выброса левого желудочка менее 50% и привычка к курению. Факторы, связанные с лечением. Лекарственная терапия. Нужно сказать, что практически все противоопухолевые препараты, которые применяются при лечении рака молочной железы, обладают кардиотоксичностью с той или иной точкой приложения. Это и антрациклины, и циклопосфан, и токсаны, и все таргетные препараты, тростозумапы и авастин. У них совершенно разные типы повреждающего действия на сердечную и сосудистую систему. Одни из них приводят к необратимой дисфункции миокарда, другие к обратимой дисфункции миокардиоцитов. Самая выраженная, самая серьезная кардиотоксичность, ею обладают препараты антрациклинового ряда, и эта токсичность строго связана с дозой. Нужно сказать, что самое грозное осложнение – это антрациклиновая кардиомиопатия, расширение камер сердца, снижение его сократимости, что в дальнейшем приводит к дисфункции левого желудочка, к застойной сердечной недостаточности и смерти больной. Она встречается достаточно нечасто, к счастью, у 1,5-5% больных, но нужно помнить о том, что это происходит год и более, может происходить на протяжении года и более после последнего введения антрациклинов. То есть, если раньше мы думали, что только лучевая терапия обладает вот такой отсроченной кардиотоксичностью, то теперь мы понимаем, что и лекарственная терапия тоже обладает отсроченной токсичностью. И наша любимая лучевая терапия. А что же делает она? Сердце является сложной гетерогенной структурой, и радиочувствительность различных его отделов тоже различна. Механизм возникновения повреждения сердца многофакторный, включает в себя повреждения капилляров и крупных коронарных артерий, освобождение нескольких воспалительных и профибротических цитокинов. Повреждения мелких артерий, капилляров приводят к их гибели и фиброзу миокарда. Повреждения крупных сосудов приводят к атеросклеротическим изменениям этих сосудов, фиброзированию стенок и стенозу коронарных артерий. Мы видим, какой маленький просвет остался в левой коронарной артерии через несколько лет после лучевой терапии. Возможные клинические проявления – острый хронический перикардит, миокардит, ишемическая болезнь сердца, функциональное нарушение клапанов сердца, нарушение проводимости, что немаловажно. Нужно сказать, что острые явления проходят спонтанно и не ведут к поздним кардиальным осложнениям. На данном слайде представлена только маленькая толика того огромного числа исследований по влиянию лучевой терапии на смертность от кардиальных осложнений у больных раком молочной железы. И мы видим, что во всех исследованиях проведение лучевой терапии у больных левосторонним раком молочной железы увеличивает смертность от кардиальных причин. Но я прошу обратить вас внимание на те годы, на даты, когда проводилась эта лучевая терапия. То есть это все было до 1990 года. Большинство исследований демонстрируют высокую частоту радиационно индуцированных кардиальных повреждений в эру старой лучевой терапии. Когда проводилась высокая лучевая терапия, проводилась с высокими дозами за фракцию, с лучевой терапией на обе цепочки парастернальных лимфатических узлов с прямого поля с использованием гамма-излучения. И примерно с 1985 года, с начала так называемой современной эры лучевой терапии, отмечается снижение частоты кардиальных повреждений. И мы это явно видим уже по данным многих исследований. Посмотрите, с левой стороны годы лечения 1970-е заканчиваются данными нашего центра 2015 год. И мы видим, что средние дозы на все кардиальные структуры, на сердце, на крупные сосуды снижаются за это время, снизились в 5-6 раз. Я с радостью увидела в подмеде это исследование в марте 2016 года, которое представили наши американские коллеги. Посмотрите, хорошее медианное наблюдение, значимое 15,5 лет. 67 тысяч больных прослежены. Больные лечились в 1990-1999 годы. У всех проведены радикальные резекции с добавлением адювантной лучевой терапии. Данные анализа результатов. Нет абсолютно никаких различий в 15-летней общей выживаемости и в показателях кардиальной смертности за 15 лет. Авторы делают выводы, что проведение лучевой терапии больным раком молочной железы с левосторонней локализацией при использовании современных технологий не приводит к увеличению сердечной смертности. Это действительно так, потому что в эру широкого использования 3D-CRT средние дозы на сердце варьируют от 1 до 7 грей. Но нужно сказать, что свою роль в снижении кардиальной токсичности сыграло и уменьшение объемов хирургического вмешательства за последние 20 лет. Мы с вами знаем, что повреждающее влияние лучевой терапии на сердце при облучении оставшейся части молочной железы значительно меньше, чем при облучении мягких тканей грудной стенки после радикальных мастектомий. Новые технологии, новые данные, но существуют старые ограничения. Ограничения дозы на легкие, дозы на сердце, дозы на коронарные сосуды. Мы с вами знаем, что есть несколько предписаний, несколько рекомендаций, которыми мы пользуемся, доз критическим органам. Чаще всего, мы в нашем центре, я думаю, что вы тоже пользуетесь рекомендациями Квантек, которые говорят и датской группы по исследованию, больных раком молочной железы. И в настоящее время принято считать, что если при классическом фракционировании объем сердца, получивший 25 грейм, менее 10%, то 15-летний риск смерти от кардиальных осложнений составляет менее 1%. На самом деле все еще не ясно, какая же из структур сердца является наиболее значимой для развития лучевых осложнений. Одни исследователи особое внимание уделяют средней дозе на сердце, а другие дозе, которые приходятся на левую коронарную артерию. И радиологи датской группы, например, призывают к тому, чтобы ВИД-20 на левую коронарную артерию вообще была равна нулю, чтобы практически она не попадала в зону облучения. Но мы должны помнить о том, что все вот эти предложенные дозообъемные ограничения у больных раком молочной железы должны быть использованы только как рекомендации. И, естественно, без компромисса для облучения лечебных объемов. В 2013 год опубликован большой метаанализ. Проанализировано 2200 больных почти, у которых лечение проводилось в 1958-2001 годах. Сара Дерби. Они рассчитали, и сейчас этот график показывают практически на всех выступлениях, которые посвящены кардиотоксичности. Увеличение средней дозы на сердце всего на один грей повышает риск развития кардиальных событий на 7,5%. Авторы сделали вывод о том, что риски ишемической болезни сердца возникают в первые 5 лет после проведения лучевой терапии, но остаются существенными на протяжении всей жизни пациентки. И в результате своих исследований они сделали вывод, что на самом деле не существует пороговая доза на сердце. То есть это все индивидуально, и какая-то пациентка может отреагировать на совершенно маленькую дозу. И во многих докладах об этом же говорят химиотерапевты, что доза антрациклинов, например, кумулятивная 200 всего миллиграмм на метр квадратный, и была выражена антрациклиновая кардиотоксичность. То есть все на самом деле индивидуально, но безусловно, мы должны придерживаться общепринятых рекомендаций. 2015 год. Кэролан Тейлор из Великобритании публикуют также большой метаанализ. Больны ли через 2003-2013 год? То есть это современная уже лучевая терапия. Проанализировано 149 исследований по лечению больных левосторонним раком молочной железы. Выяснено на основании этого анализа, что средняя доза во всех исследованиях составила 5,5 грейн на сердце. Отдельно проанализированы 398 планов лучевой терапии для того, чтобы понять, какая же из современных методок лучевой терапии самая щадящая для сердца. Отдельно были взяты группы больных, которым не облучалась парастернальная цепочка лимфоузлов. И с правой стороны те пациентки, которым парастернальная цепочка узлов облучалась. Мы видим, что при облучении парастернальных узлов средняя доза на сердце увеличивается в 2 раза. Также мы видим, что самая низкая кардиальная доза была у больных, которым не облучалась парастернальная цепочка, которые лечились с задержкой дыхания на глубоком вдохе. И вот с правой стороны 9,2 средняя доза на сердце – это те больные, у которых облучение парастернальной цепочки проводилось с одного прямого поля, о чем всегда просят и призывают все убрать эту методику из своих отделений и пользоваться лучше широкими тангенциальными полями или АМРТ. Хотя для меня было удивительно, что АМРТ, посмотрите, пожалуйста, 5,6 средняя доза на сердце без облучения парастернальной цепочки и 8,6 с облучением ее. И, конечно, не секрет, что самое выигрышное дозное распределение, самое щадящее – это протонное облучение. Дай Бог, чтобы оно у нас в стране развивалось и чтобы мы могли достигать таких низких кардиальных доз. Вы знаете, когда появились вот эти исследования Антарио и Стар-Т и Стар-Би по гипофракционированию, лично в нашем отделении это вызвало такую достаточно большую настороженность, потому что, во-первых, мы начали у себя применение по этим методикам гипофракционирования 2,66-2,67, но в строгом соответствии с теми правилами, которые были предложены. И одно из главных правил – это желательно лечить больных с правосторонней локализацией для того, чтобы средняя доза на сердце составляла 0. Это одно из условий проведения гипофракционирования. Так вот, опубликованы уже десятилетние сроки наблюдения по частоте кардиальной патологии у этих больных в обоих исследованиях. И не выявлено, к счастью, различий в частоте кардиальной патологии при стандартном и гипофракционированном режиме облучения. Какие же современные методики лучевой терапии позволят снизить кардиальную дозу? Прежде всего, это методики с увеличением дистанции между сердцем и грудной стенкой. И одна из таких методик – это лучевая терапия в положении больной на животе. В большинстве работ показано сокращение объема сердца в зоне облучения на 75-78%. В некоторых работах отмечается наоборот повышение дозы на сердце. Но единогласно во всех работах отмечено, что более значимое снижение кардиальной дозы происходит при больших размерах молочной железы, чем при небольших ее объемах. Еще одна методика, которая, честно говоря, нас очаровала вот с 2012 года мы лечим больных в нашем отделении по этой методике – это лучевая терапия в оптимальной фазе дыхания. То есть больная задерживает дыхание на глубоком вдохе. При этом легкие увеличиваются в объеме в два раза и оттесняют в крайне окоудальном направлении сердца, практически выводя его из зоны облучения. Нами были проанализированы клинические параметры планов лучевой терапии у 120 больных левосторонним раком молочной железы на свободном дыхании и в оптимальной фазе дыхания. И было зафиксировано достоверное уменьшение облучаемого объема сердца на 70%, снижение дозовой нагрузки на сердце на 64%, и, конечно, это позволит снизить в дальнейшем частоту кардиальных осложнений у больных с левосторонней локализацией. Это использование более сложных современных технологий при проведении лучевой терапии, различные методики конформной лучевой терапии. И мы должны приветствовать методики, которые позволяют уменьшить традиционные объемы облучения молочной железы, и одна из таких методик – это методика ускоренного частичного облучения молочной железы APBI, которая подразумевает облучение только ограниченного объема молочной железы, это ложе удаленной опухоли с отступами 2-2,5 см. Ее можно выполнять различными методиками – брахитерапией, внутри тканевой, баллонной, интероперационной лучевой терапией, протонной, дистанционной лучевой терапией. В одном из исследований, когда APBI проводилась методом брахитерапии, было показано снижение дозовой нагрузки на сердце в 4 раза, на эпсилатеральное легкое – в 2 раза. Когда перед нами появляется пациентка с левосторонним раком молочной железы, мы должны, естественно, собирать мультидисциплинарный консилиум и помнить о том, что снижение кардиальной токсичности зависит от тщательного обследования больных с левосторонней локализацией. Нужна консультация кардиолога с выполнением ЭХКГ, тщательного сбора анамнеза с учетом сопутствующих заболеваний, предшествующего лекарственного лечения. Нужно обязательно следить за выполнением лечения уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. Мы должны тщательно продумывать и обосновывать план лучевой терапии на молочную железу, переднюю грудную стенку, зону лимфоотока и особенно на простернальные лимфатические узлы. Нужно выбирать адекватные программы лучевой терапии с учетом толерантных доз. Мы должны взвешенно относиться к новым направлениям лучевой терапии, например, к гипофракционированию и проводить лечение в соответствии с рекомендациями Астра, Сенгалин, Эстра и проводить регулярную оценку функций сердечно-сосудистых систем после терапии антрациклинами и лучевой терапии у этих больных на протяжении до 10 лет. То есть мы должны не забывать направлять больных к кардиологам. И тогда мы будем надеяться, что сердце наших пациентов будет биться так же ритмично и ровно. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, вопросы задавайте, пожалуйста. Только микрофон возьмите, пожалуйста, потому что вас переводят. Центр Алмазова. Скажите, пожалуйста, выполняется ли какая-нибудь фармакологическая протекция кардиологических осложнений перед выполнением как химиотерапии, так и лучевой терапии? На самом деле нужно отправлять больных к кардиологам, и у них огромный перечень тех препаратов. Вообще сейчас кардиологи, это я только написала ЭККГ, на самом деле они выполняют определение значений от тропонина Ай, то есть это необычный тропонин, а тропонин Ай именно, и еще выполняют стрейн, то есть вот эта сократимость, продольная сократимость миокарда. То есть мы своих больных направляем, например, до начала лучевой терапии и после, в кардиоцентр у нас есть договоренность. И в зависимости от этих результатов, тогда уже назначаются статины, практически всем назначаются антиаритмические препараты. А мы со своей стороны, как обычно пишут, я не являюсь представителем или там я не имею материальной заинтересованности, но лично наше отделение очень любит трентал. И мы с вами знаем, что этот пентоксифилин, он является очень мощным антиагрегантом, и если на самом деле вы вобьете в подмеде трентал и кардиотоксичность, и вы увидите какой-то чудодейственный препарат, то есть он намного снижает лучевые реакции при лечении орофарингеальной зоны при анальных раках, снижает фиброзирование капсулы имплантов после реконструктивных операций. То есть мы, например, всем больным назначаем трентал и есть исследование, то есть мы же не просто это делаем, по 400 мг 3 раза в день вместе с токоферолом ацетата на протяжении 2-3 месяцев после лучевой терапии. Спасибо. Оксана Петровна, очень интересная методика, в которую вы влюбились. Скажите, пожалуйста, вот насколько она удлиняется в время лучевой терапии, я имею в виду облучение на вдохе. Удлиняется, но если вы ее у себя внедрите, вы будете в плену, вы имеете в виду на задержке дыхания, вы будете в плену у этой методики, вы не сможете, у вас не повернется рука лечить по-другому. Если так, лечение больной 15 минут, то так 30-40 минут одна пациентка, потому что много полей, больные не всегда держат в гейте дыхание. На самом деле у нас есть такой доктор, который изобрел, вернее не изобрел, просто, увы, нет денег, это не секрет у наших клиник на приобретение каких-то новинок. На самом деле есть такие камеры, которые висят над больной. И гораздо лучше, когда ты видишь сам, и ты понимаешь, как ты должна вдохнуть, на какой глубине, на высоте вдоха, это понятно. И другое дело, когда ты слышишь просто вербальные какие-то указания, вдохните глубже, еще немножечко глубже. То есть вот с этим приборчиком все происходит быстрее. Спасибо большое. Спасибо.